Красивая статная женщина, по внешнему виду которой ни за что не сказать, что работает она на комбинате уже 30 лет. Инженер-лаборант Светлана Михайлова больше похожа на практикантку. Только лишь ловкость, с которой она управляется с приборами, выдает перед нами профессионал. Работа инженера, конечно, не из легких, потому что от работы инженера зависит полностью работа лаборатории, как построена. У нас много приборов, физико-химические методы анализа здесь задействованы. И от работы прибора зависит, от правильности работы прибора зависит и правильная работа лаборанта. Абитуриентка Светлана планировала поступать в медицинский, даже ездила с подругами в медтехникум. Но в последний момент планы изменились. На помощь дельным советам пришел папа Светланы, Анатолий Петрович, который и предложил выбрать профессию лаборанта. Тоже ведь в белом халате. Учебу Светлана умудрялась совмещать с работой. Начинала свою трудовую деятельность с лаборанта. Потом, повышая квалификацию, была лаборантом пятого разряда. И уже в той же лаборатории, в 2003 году стала инженером. Ну, получается, в той лаборатории прокатного производства я отработала 20 лет. И потом судьба меня закинула в кислородное производство. Так вот, Светлана, она не только оправдала наши надежды, она эту планку подняла выше. Выражение о том, что все начинается с семьи, находит свое подтверждение в судьбе Светланы Михайловой. Она знает, что такое ответственность не понаслышке. Она выросла в большой семье. Помимо нее, на воспитании у ее папы было еще трое – две дочери и сын. Мама Светланы, к сожалению, умерла рано. Ну, моя семья, папа с нами так и проживает. И супруг, и двое детей. Правда, старший сын уже живет самостоятельно. У него своя семья, двое деток. Так что я уже бабушка двоих внуков. У меня супруг Валерий, он работает на комбинате тоже металлургическом нашем, в парасиловом цеху. Дочь Юлия, учится в школе в восьмом классе. Хочется, чтобы твои дети состоялись в этой жизни. Старший сын у меня уже самостоятельный, у него своя семья. Детки уже подрастают. А за дочь беспокойство, конечно, еще у нее вся дорога впереди.